Привет всем! Сегодня на ремонте лодочный мотор Терхи. Он у меня уже стоит давно, и про него было небольшое видео когда-то. Этот моторчик, по-моему, финский какой-то, старинный. Вот шильдик у него есть. Мощность у него 5 сил. Моторчик здесь стоит простейший, двухтактный, с воздушным охлаждением. Бачка у него нету, подключается через шланг. Это подсос. Включается. Кнопка стоп. И тут розеточка какая-то, чтобы подключать, наверное, стоп-двигатель. Хотя с этой стороны ничего не подключено к розеточке. Ну, по сути, это получается, как бензопила с ногой. С двигателя идет прямой вал в редуктор угловой. И все, никаких коробок тут нету. Все очень просто. Кручу ротор генератора и крутится винт. И, как кажется, помпы здесь тоже нету, потому что тут нету водяного охлаждения. Но на самом деле, на этой модели вроде как есть помпа. Вот в этом месте. Здесь даже вот сделана такая цилиндрическая часть. Я, конечно, не разбирал, не смотрел, но по информации, найденной в интернете, тут стоит маленькая помпочка. И она нужна для охлаждения выпускного тракта. Чтобы выхлоп не нагревал сильно вот эту ногу. Еще есть подобный двигатель от Эрхи, совсем без помпы. Тут у них как бы радиатор такой сделан, вот в этом месте. И выхлопные газы охлаждаются этим радиатором. Такой вот у него винтик. Проблема у него в том, что у него нет искры. Пропала искра. Где тут свечка? Вот свечка. Теперь надо открутить гаечку. Снял ротор. Ротор с четырьмя полюсами. Высоковольтная катушка стояла вот в этом месте. Она была залита пластиком. Из нее к ней подключался вот этот высоковольтный провод на свечу. Пластик уже был снят. Тут видно обмотка. В общем, она сгоревшая, эта катушка. А рядом стоит катушка, которая вырабатывает электричество. Наверное, на фару или еще на каких-нибудь потребителей. Снизу идет провод. Провод с клеммами. А вот эти клеммы три, видимо, и подключаются вот к тем клеммочкам, которые вот сюда выходят наружу. Получается тут освещение. Белый провод. Синий провод это масса. А красный провод идет на конденсатор и на кулачки. Ну, это глушить красным проводом, глушить двигатель. Так, чтобы отремонтировать, вот в этой катушке две обмотки. Первичная и вторичная. Вторичная неисправная, а первичная, таким потолще проводом намотана, она должна быть, в принципе, исправная. И вот с этой обмотки, с первичной, выходит провод вот этот. Вот эта обмотка подключается к кулачкам, то есть, вот сюда вот к конденсатору. Вращается ротор. Как? Намагничивает вот эту вот железную часть катушки. А сама катушка, она как бы через кулачок замкнута на землю. И в этот момент, когда разрывается кулачок, цепь становится не замкнутая. И магнитная энергия, которая накопилась в сердечнике этой катушки. Забыл, как этот процесс называется. Самые индукции или как-то, в общем, забыл. На вот этой высоковольтной катушке, которая уже испорчена, наводится напряжение высокое и проскакивает искра. Чтобы решить эту проблему, я купил катушку TLM-3. Это катушка для кулачкового зажигания. Вот у неё тут есть выход на свечу. Вот сюда вот ставится провод высоковольтный. А вот этот болтик нужно с проводом соединить с кулачком, куда вот все провода собираются. Вот в это же место. В этой катушке две обмотки. Одна низковольтная и высоковольтная, которая вот этим штекером подключается к свечке. Вот такая схема классического кулачкового зажигания. Кулачок, здесь конденсатор, низковольтная обмотка и высоковольтная обмотка. Вот эта обмотка потратилась. Ставим отдельную катушку. Вот она, TLM-3. И вот этот провод подключаем вот в это место. То есть параллельно вот этой обмотке. Получается вот эта низковольтная обмотка параллельно подключается вот к этой. Когда кулачок замкнут, создается цепь. Вот через обмотку, через кулачок и через массу. Замкнутая цепь получается. И так же она идет через вторую катушку. И она тоже заряжает свой сердечник. Ну и в момент размыкания кулачков происходит размагничивание сердечников в катушку. И с катушки идет высокое напряжение на свечу. И происходит искра. Подобная схема вот с такими катушками выносными применялась на двигателях D, на D-шках. Там принцип такой же. Были подковы высоковольтные, из которых сразу можно было брать на свечку. А иногда делали просто вот эту обмотку, подключали к внешней бобине. И все работало. Тут в принципе должно тоже все работать. Сейчас попробую это сделать. Нужно поставить клеммочку вот сюда. И сразу же второй провод на нее сделать, чтобы был выход на катушку. Зачищаем. Это будет вместе скручено. Вот. Эта катушка сюда ставится. Клеммочку ставим вот сюда. А этот провод выведем наружу. На катушку TLM. Надо тут как-то и зафиксировать, чтобы они не болтались. Провода. Ну, конечно же, нужно все протянуть. И вот эти клеммочки, контакты не должны задевать корпуса. Проводочки зафиксировал стяжечкой, чтобы не болтались. Ну, и потом вот в это место нужно еще надеть какой-то кембрик. Чтобы тут не перетиралось. Потому что, когда даешь газу, срабатывает опережение зажигания. И вот это вот отверстие, оно шевелится туда-сюда. Ну, теперь для проверки ставлю провод высоковольтный в TLM-ку. Картушка надо, чтобы была обязательно прикручена к массе. Вот это будет масса для проверки. Ставлю ротор. Сильно можно не затягивать. Чисто, чтобы проверить. Все готово к испытаниям. Провод от кулачков к TLM-ке. Высоковольтный идет на свечу. И подключен к корпусу катушки минусовой провод. И, как видно, искра есть. Это очень хорошо. Искра есть, а значит, этот моторчик еще будет жить. Надо все окучить. Прикрутить куда-нибудь катушку, чтобы сильно не мешалось. На провод вот туда сделать клеммочку. Ну и провод укоротить слишком длинный. Прикрепил катушку сверху на крепление. И потом еще снизу второе сделаю. Сейчас пока можно протестировать, запустится или нет. Деваним немножко в газинчику. Запускается. Буду испытывать двигатель в бочке. Надо снять винтик. Вот тут шплинт вынимается. Колпачок снимается. И снимается сам винт. Вот такой вот винтик. Так, а этот шплинт, в принципе, отсюда не вылетит. Держится. Двигатель в бочки. Дерем немножко бензинчику. Дергает. Держима. Держи. Смотрите продолжение в следующей серии. Движок запускается, но нуждается в настройке. Надо почистить карбюратор, снять, убедиться, что там все нормально, и потом уже дальше настраивать. Еще я тут заметил, что двигатель здесь крепится на таких сайлентблоках четырех, и один из них порвался совсем. Вот так вот нужно что-то с ним сделать.